Тепличное хозяйство по выращиванию клубники в поселке Дранда является самым крупным на всем Черноморском побережье. На 25 гектарах выращивают ягоду на открытом грунте и в теплице. В тепличном хозяйстве произрастает более миллиона кустов клубники. Один куст может дать до одного килограмма урожая. В нынешнем году здесь ожидается полторы тысяч тонн урожая клубники. Тепличный комплекс принадлежит предпринимателю Баталбею Авицба. Ранее здесь выращивали овощи, но в прошлом году в хозяйстве начали выращивать исключительно клубнику. Здесь произрастают два вида ягоды – альбион и рубиген. Предприятие в основном работает на экспорт. В прошлом году было вывезено около 150 тонн. В общем мы получили тонн 200 где-то. В этом году мы гораздо больше территорию освоили, чем было в прошлом. И вот планы у нас до 1000 тонн довезти. Ну посмотрим. Первая машина уже проехала. Она как бы с проблемами, с задержками. Но это мы мотивируем, что это первая машина. Сейчас вот готовим второй рейс, третий. Ну думаю, что мы наладим этот вопрос. Вкусная ягода клубника достаточно требовательна к климату, почве, удобрениям, уходу и особенно к технологиям сбора и хранения. Малейшие упущения грозят серьезными убытками. В теплицах урожай начинают собирать с пяти утра, так как ягода созревает ночью. И если ее не собрать с утра, то она испортится. На объекте в пик сезона к сбору ягод привлекают жители поселка Дранда и близлежащих сел. В настоящее время клубнику собирают около 80 человек. Когда сбор идет, да. А когда траву дергаем, то там немножко попроще. Там у нас бачки, мы с бачками траву дергаем. А у нас сбор, само собой, уже труднее, конечно. Целый день надо на гноши сходить. Клубнику на месте собирают, тут же чистят и фасуют. Главное в этом деле проследить, чтобы в ящик не попала испорченная ягода. Жанна в обувь впервые попала на сбор урожая. По ее словам, сложного ничего нет. Быстро учишься, да и оплата за сбор ягод достойная. Даже самый неопытный человек через день, через два уже очень даже хорошо собирает клубнику. Качественно, без брака, без вмятин, без гнилых пятнышек. Научиться можно, это не сложно. Все мы научились, мы все пришли первый раз. И благополучно все довольны, все собирают, всем нравится. И руководство очень даже расположено к нам как работникам, они очень внимательны. Тысяча рублей в день. Мы сейчас работаем с пяти до двух. Бывает, когда пасмурно, когда совсем темно, то с шести до трех работаем. У нас есть и перерыв на обед, и отдыхаем после каждого ряда. Когда соберем, всегда отдыхаем определенное время. И дальше все вместе дружненько идем работаем. Обычно сбор урожая клубники начинается в апреле и длится до июля. Но в скором времени на предприятии планируют выращивать клубнику круглый год. И создают для этого двухэтажные теплицы. Меняем систему выращивания, переводим на круглогодичное, чтобы мы могли в круглый год получать первые результаты. Я думаю, переход этого сезона уже будет. Система уже будет другого рода, где будут произрастать сорта, которые будут давать круглый год. Есть сезонные, вот на период сезона мы успеваем раньше, чем в Российской Федерации. Тоже посаженных клубник немало, но у нас разница по погодным условиям на месяц. Что в этом году, в принципе, не дал таких результатов, потому что погода прошла холодная. Мы только начинаем, планы имели раньше начать. Клубнику отправляют на экспорт в Россию. В настоящее время уже вывезено около трех тонн ягоды. На предприятии надеются, что сезон будет хорошим и серьезных проблем с экспортом не возникнет.